В гостях у Елены Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я вас приветствую. Вы на канале в гостях у Елены. И сегодня я веду репортаж из теплицы. И сегодня у нас томаты. Томаты фирмы Партнер. Кто со мной, тот знает, что я испытываю семена фирмы Партнер. И это значит, такие сорта у нас идут. Они участники конкурса. Это Великосветский. Это Любаша знаменитая. Малиновая империя. И Гордость застолья. Вот как раз таки здесь у меня томатик Гордость застолья. Я не стала вам показывать, как это я делаю. Потому что у меня уже есть два года подряд, сколько я про это показываю и рассказываю, как это делать. Кому интересно, тот может перейти по ссылочке и обязательно посмотреть, как. Но я все равно вам сейчас расскажу. Вот, обязательно. Значит, хорошая почва должна быть. Во-первых, на один квадратный метр обязательно нужно добавить два ведра перегнойчика. Это я делаю каждый год. Два ведра перегноя. Значит, одно ведро песка, неполное. Сюда томаты я добавляю много песка. Затем, значит, у меня есть дерновая земля. Из дерна, опять-таки, есть на канале видео. Пройдите, посмотрите, как делать это. Ведро, значит, низинного торфа. Все это перемешиваю. Навозом я не пользуюсь, кто со мной тот знает. Это перегнои, то есть то, что у меня дома перерабатывается из отходов. Вот. Компостники у меня стоят, тоже есть видео об этом. Тоже посмотрите. Вот. И все это смешиваю как следует. Разравниваю. Проливаю земельку фитоспорином в теплице. Поликарбонатную теплицу я даже вот просто даже стены проливаю. Вот. Так. И, значит, в ямочку что мы делаем? Все, конечно, уже знаете. Вы скажете, о, Лена, ведь будет повторяться. Но я думаю, что это нужно сказать. Значит, в ямку мы кладем стакан золы. Значит, кладем нашу знаменитую заварку, спитую и кофе. Там по три ложечки того и другого столова. И кладем туда одну ложечку, значит, шкарлупы, которые пропускаются. Вы тоже об этом знаете через, значит, кофемолку. Прямо в порошок. Почему? Потому что именно в порошковом состоянии даст очень хорошее питание сразу нашим растюшкам. Вот это, скажу я, такие удобрения, ребята. Потому что это именно так и есть. Если вы просто вот так вот покрошите, это ничего не даст. Это будет очень долго давать. Так скажем, пролонгированного действия. И то и не скажу, что это будет очень быстро. В этом году точно, потому что они очень долго гниют. Даже в компостнике мы пробовали, кидали, и они очень-очень долго там гниют. Так, все это смешиваем как следует, проливаем. И прям вот в эту жижу томаты я кладу. Смотрите, если у вас выросли томаты больше, чем положено, особо высокорослые, то мы убираем все листья, убираем все листья и оставляем только макушечку. И все это лежа раскладываем. И тоже так в одну сторону. Если вы начинаете отсюда, значит у вас будет корень. То и остальные томаты у вас точно так же должны будут посажены вверх. То есть, чтобы корень был здесь. Где-то ямку так вырываем, такую вот полосочку. Ну, сантиметров, наверное, 10, вот так побольше. То есть, ну, сильно не надо глубоко заглублять и на поверхности не надо. Ну, серединка, 5-10 вот так сантиметров. Укладываем и засыпаем хорошей почвой и проливаем. Все, вот эту часть, макушечку оставляем. Даже если она немножко будет лежа, она потом будет тянуться к свету, и все поднимется, и все будет хорошо. Вот таким образом, я уже повторюсь опять-таки в этом году, я сажаю томаты в теплице и также сажаю и в грунте. Вот, и там, и там. Что ж, мои дорогие, сейчас вы дали все питание. Если вы сделали так, как я, или сделаете, вы дали все питание томатам. И им 10-12 дней ничего не нужно пролить как следует. Ну, вот вы знаете про это. Вот, ничего больше не нужно. Когда уже пройдет это время, я буду их кормить зеленым удобрением. Это первое, которое появляется сейчас, это одуванчики и, значит, крапива. Набиваете бочку большую, 100 литров, там, не знаю, 200, на одну четвертую вот этим сырьем. Заливаете водой, ставите на солнышке. Я уже про это вам говорила, но повторюсь. И пусть это у вас перебродит. Как перебродит, вы берете 1 литр вот такого, скажем так, настоя на 10 литров или 12 воды. И проливаете под куст, уже пролитый, сполна куст. Сначала мы даем пить, помните, а потом покушать растюшкам нашим. Литр вот этого настоя под каждый куст. И также можете сделать, значит, дрожжевую подкормку. Трехлитровая баночка водички, теплой водички, 1 пакетик сухих дрожжей и 2 ложечки сахара. Все это наставите сутки. Затем вы берете, значит, вот из этой трехлитровой банки по стакану вот этого, значит, настоя на ведерочко воды 10 литров. И также проливаете, можно и 2 литра, кстати, дать. Ничего страшного, но обязательно будьте внимательны. Дрожжевой подкормкой я подкармлю только один раз, не больше. Вот, потому что перекормите, и у вас будут одни листья, и не будут завязи. Этого делать тоже нельзя. Так, потом, значит, когда немножечко наши растюшки поднимутся, обязательно мульча. Я сейчас вам там в теплице другой покажу, которая у меня уже была теплица поликарбонатная, вы все знаете, а это новая теплица. Я обязательно буду мульчировать сеном, простите, соломой. Всегда вот мне вот это вот сено идет на язык. Вы можете и сеном. Я просто не полюбила сено, а я полюбила солому. Вот. Или же, если у вас нет и ни того, и ни другого, то скошенная травичка. Это замечательно. Это будет растюшкам. И держать влагу, сдерживать. И будет питание. То есть корешочки не будут на улице, значит, выходить. То есть очень-очень много всего самого хорошего будет у вас в теплице. Будет чисто, сухо. Потому что, как вы знаете, томаты все болячки берут от земли. Фитофтора не в томатах, а в земле. И вот эти нижние листочки вы должны будете обрезать, чтобы они не прикасались к земле. А когда вы замульчируете, то и вовсе будет чисто. У меня также по-прежнему, видите, как здесь будет гравий, как в той теплице. Все, у меня нигде не видно земли. Потому что, когда вы поливаете, то вот это вот испарение поднимается кверху. Вот эта вот вся влага. Отсюда всякие заболевания. Я практикую именно это. Сухо, чисто в теплице. И только тогда у вас будут замечательные растения. Только тогда они будут давать вам замечательный, хороший, богатый урожай. Что ж, мои дорогие. Я на этом хочу закруглиться. Закончить свое видео. Я думаю, что я вам очень емко разъяснила. Потому что больше мне сказать нечего. Уже два года сказано, этот третий. Но я очень хотела снять это видео. Потому что все вы знаете, что я участвую в конкурсе. И мне очень хочется испытать вот эти томаты фирмы Партнер. Обязательно оставлю ссылку под видео, чтобы вы могли перейти на канал Партнер. И увидите, там тоже сажают они, значит, и высаживают. Как раз сейчас тоже высадили томаты, я видела видео. И можете у них тоже очень много хорошего, интересного почерпнуть. Все. Как всегда, с вами была Елена. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...